Сегодня я буду говорить о непрекращающемся откровении пророкам и непрекращающемся личном откровении, ведущих нас по жизни. Иногда мы получаем откровение, даже не зная о целях Господа. Незадолго до июня 1994 года, когда старейшина Джеффри Холланд был призван апостолом, я получил прекрасное откровение о том, что он будет призван. Я был региональным представителем и не видел причины, по которой мне было бы дано это знание. Но в молодости мы были напарниками, когда в начале 60-х служили на миссии в Англии. Я так любил его. Считаю, что такой опыт был щедрой милостью Господа ко мне. Потом я задавался вопросом, не готовил ли меня Господь к тому, чтобы я стал младшим в кворме 12-ти, по отношению к тому, кто был моим замечательным младшим напарником, когда мы были молодыми миссионерами. Иногда я предупреждаю молодых миссионеров, чтобы они были добрыми к своим младшим напарникам, потому что не знают, когда те могут стать их старшими напарниками. У меня есть крепкое свидетельство о том, что этой восстановленной церквью руководит Спаситель, Иисус Христос. Он знает, кого призвать своими апостолами и в какой очередности. Он знает, и как подготовить своего старшего апостола стать пророком и президентом церкви. Этим утром мы были благословлены возможностью услышать, как наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон, произносит глубокое воззвание к миру, связанное с двухсотлетием восстановления полноты Евангелия Иисуса Христа. Эта основополагающая декларация президента Нельсона прояснила, что Церковь Иисуса Христа обязана своим зарождением, существованием и курсом, ведущим в будущее принципу непрекращающегося откровения. Это новое воззвание – обращение любящего отца к своим детям. Когда-то президент Спенсер Кимбл выразил чувства, которые я испытываю сейчас. Он заявил, «Больше всего нам сегодня следует быть благодарными за то, что небеса на самом деле открыты для нас, и что восстановленная Церковь Иисуса Христа основана на твердом фундаменте откровения. Непрекращающиеся откровения и есть источник великой жизненной силы Евангелия, живого Господа и Спасителя, Иисуса Христа». Конец цитаты. Пророк Енох предвидел наши дни. Господь открыл Еноху Великие нечестие, которое будет преобладать, и пророчествовал о грядущих великих бедствиях. Но Господь обещал, «Но мой народ я сохраню, и праведность не спошлю я с неба, и истину явлю я из земли, чтобы свидетельствовать о единородном моем». Президент Бенсон с великой силой учил, что книга Мормона, замковый камень нашей религии, появилась на свет и земливое исполнение того, что Господь сказал Еноху. Отец и сын, и ангелы, и пророки, являвшиеся Джозефу Смиту, были направлены небесами, чтобы восстановить власть в Царстве. Пророк Джозеф Смит получал откровения за откровением. О некоторых из них уже было сказано на этой конференции. Многие откровения, полученные пророком Джозефом, сохранены в книге «Учения и Заветы». Все образцовые труды Церкви содержат разум и волю Господа в отношении нас в это последнее устроение. Кроме фундаментальных священных писаний, мы благословлены непрекращающимся откровением данным живым пророком. Пророки – это доверенные лица Господа, уполномоченные говорить от Его имени. Некоторые откровения имеют монументальное значение, другие расширяют наше понимание божественных истин и дают руководство в современном мире. Мы безмерно признательны за откровения, распространяющие благословения священства и храма на всех достойных членов Церкви мужского пола, данные президенту Спенсеру Кимбеллу 8 июня 1978 года. Я служил со многими из 12 апостолов, которые присутствовали и участвовали при получении того драгоценного откровения. Каждый из них в личных беседах подтверждал мощное и объединяющее духовное руководство, которое они ощутили вместе с президентом Кимбеллом. Многие сказали, что это было одно из самых мощных полученных ими откровений. Те, кто сейчас служит в кворуме 12 апостолов, благословлены в наши дни, когда важные откровения приходят через современных пророков. Президент Рассел Нельсон служит доверенным лицом Господа, особенно в том, что касается откровений, чтобы помочь семьям строить святилище веры у себя дома, собирать Израиль по обе стороны завесы и благословлять облеченных членов Церкви в священных храмовых таинствах. Когда на Октябрьской Генеральной Конференции 2018 года было объявлено о важных изменениях, которые благословят наши дома, я свидетельствовал, что в ходе обсуждения на Совете Первого Президентства и кворума 12 апостолов в храме, после того, как наш возлюбленный пророк обратился к Господу с просьбой об откровении, все получили сильное подтверждение. В то время другие откровения о священных храмах, храмовых таинствах были получены, но не были объявлены или внедрены. Процесс получения руководства начался с личного пророческого откровения президенту Расселу Нельсону и нежного, но мощного подтверждения для остальных участников процесса. Президент Нельсон особенно привлек к этому сестер, председательствующих над Обществом Милосердия, Обществом Молодых Женщин и Первоначальным Обществом. Окончательное наставление, полученное в храме первым президентством и кворума 12 апостолов, было глубоко духовным и мощным. Каждый из нас знал, что нам были явлены разум, воля и голос Господа. Я торжественно свидетельствую о том, что непрекращающиеся откровения получали и получают по каналам, учрежденным Господом. Я свидетельствую, что новое воззвание, прочитанное президентом Нельсоном сегодня утром, – это откровение, способное благословить всех. Мы также провозглашаем, что от всего сердца желаем воссоединиться с теми, у кого есть проблемы со свидетельством, кто неактивен или чье имя было изъято из учетных документов Церкви. Мы желаем вместе с вами насыщаться словами Христа за столом Господа, чтобы узнать, что нам всем нужно делать. Мы нуждаемся в вас. Церковь нуждается в вас. Господь нуждается в вас. Мы искренне молимся о том, чтобы вы присоединились к нам в поклонении Спасителю мира. Мы знаем, что кто-то мог обидеть вас, быть к вам недобрым или поступить не по-христиански. И мы знаем, что есть те, кто испытывают трудности с верой, которые могли бы быть не вполне осознаны или решены. У некоторых из самых стойких и верных прихожан какое-то время были сложности с верой. Мне нравятся истории из жизни Уильяма Фелпса, который оставил Церковь и свидетельствовал против Джозефа Смита на суде в штате Миссури. Покаившись, он написал, «Я знаю свое положение. Вы знаете его. И Бог знает. И хочу быть спасенным, если мои друзья помогут мне». Джозеф простил его, дал возможность вновь трудиться и с любовью написал, «Совсем как прежде, снова стали мы друзьями». Братья и сестры, независимо от вашей ситуации, знайте, что Церковь и ее прихожане примут вас обратно». Личное откровение доступно всем, кто смиренно ищет руководство Господа. Оно такое же важное, как и пророческое откровение. Личное духовное откровение от Небесного Отца привело к тому, что миллионы людей получили свидетельство, необходимое для крещения и конфирмации в члены Церкви Иисуса Христа святых последних дней. Личное откровение – это мощное благословение, получаемое после крещения, когда мы освящены принятием Духа Святого. Помню одно особое духовное откровение, полученное мной в 15 лет. Мой драгоценный брат искал руководство Господа о том, как ответить нашему дорогому отцу, который не хотел, чтобы брат служил на миссии. Я тоже молился с искренним намерением и получил личное откровение об истинности Евангелия. Личное откровение основывается на духовных истинах, полученных от Святого Духа. Святой Дух – носитель откровений. Он свидетельствует обо всем, что истина, особенно в отношении Спасителя. Без Святого Духа мы не смогли бы по-настоящему узнать, что Иисус есть Христос. Его основная роль – свидетельствовать об Отце и Сыне, их титулах и славе. Святой Дух может оказывать мощное влияние на каждого. Оно не будет постоянным, если человек не крестится и не получит дар Святого Духа. Святой Дух служит очищающим средством в процессе покаяния и получения прощения. Дух общается с нами чудесным образом. Господь использовал следующее описание. «Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем Духом Святым, который снизойдет на тебя и который будет пребывать в сердце твоем. И ныне вот это Дух Откровения». Хотя его влияние может быть удивительно мощным, чаще всего оно приходит в виде тихого, мягкого голоса. В Священных Писаниях много примеров того, как Дух влияет на наш разум, например, успокаивая и занимая наш разум, просвещая его и даже говоря с нашим разумом. Вот некоторые принципы, подготавливающие нас к получению откровения. Молитва о духовном руководстве. Нам нужно с благоговением и смирением искать и просить, быть терпеливыми и покорными. Подготовка к вдохновению. Это требует от нас быть в гармонии с учениями Господа и жить в согласии с Его заповедями. Достойное принятие причастия. Поступая так, мы свидетельствуем Богу и заключаем с Ним завет, что берем на себя имя Его Святого Сына, всегда помним Его и соблюдаем Его заповеди. Эти принципы готовят нас к получению, распознанию, исследованию, побуждениям и руководству Святого Духа. К этому относятся и мирные дела, то, что приносит радость, то, что дает жизнь вечную. Наша духовная подготовка становится значительно эффективнее, если мы регулярно изучаем Священные Писания и истинные Евангелия и размышляем над тем руководством, которое ищем. Не забывайте быть терпеливыми и доверять Господу в выборе времени. Руководство дает Всеведущий Господь, когда Он намерен преподать нам урок. Святой Дух также будет давать нам откровения в наших призваниях и поручениях. По моему опыту, важное духовное руководство чаще приходит, когда мы пытаемся благословить других людей, выполняя свои обязанности. Когда я был молодым епископом, мне поступил отчаянный звонок от супружеской пары незадолго до того, как я улетал в командировку. Перед их приездом я молил Господа, чтобы знать, как мне их благословить. Мне были явлены суть проблемы и ответ, который я должен дать. Это явленное руководство позволило мне исполнить священный долг своего епископского призвания, хотя и был весьма ограничен во времени. Епископы по всему миру делятся со мной такими историями. Будучи президентом Кола, я получал не только важные откровения, но также и побуждение что-то исправить в себе, необходимые для исполнения целей Господа. Уверяю вас в том, что каждый из нас может получить руководство через откровение, если смиренно трудится в винограднике Господа. Почти все получаемое нами руководство приходит от Святого Духа. Иногда и для каких-то целей оно приходит непосредственно от Господа. Я лично свидетельствую, что это так. Руководство для церкви в целом приходит президенту и пророку церкви. Мы, как современные апостолы, имели честь работать и путешествовать с нашим пророком, президентом Нельсоном. Повторю то, что Уилфорд Вудроф сказал о пророке Джозефе Смите, что справедливо и в отношении президента Нельсона. Я был свидетелем его совместной работы с Духом Божьим, откровений, посылаемых ему Иисусом Христом, а также исполнения этих откровений. Я смиренно призываю сегодня, чтобы каждый из нас смирил, стремился к тому, чтобы непрекращающееся откровение руководило нашей жизнью и следовал Духу, поклоняясь Богу Отцу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова